Итак, всем привет, с вами НДОПК. Продолжаем играть за Россию в Great War Redux на полях Первой мировой. Я тут подумал, что нам еще стоит заранее взять вот этого парня на плюс опыт авиации и начать всего нереально фармить, чтобы и вот эту доктрину тоже выкачать к войне. Пихотную доктрину мы, конечно, безумно выкачиваем. И я так примерно посмотрел здесь, что есть. Как-то меня не сильно впечатлило, что у нас здесь имеется. Да. Да, много еще приятного. Здесь вообще отдельное, видите, к холоду. Как будто специально для России эта доктрина делалась только для России. Но нет, нет, нет. Я думаю, мы пойдем в качество. Вот сюда вот. Да, здесь куча организации. Доп-защита, доп-атака. Артиллерия неплохо качается. Прорыв тоже получается. И самое главное, получается наземная атака ночная. Это очень сильно. Так что я думаю, да, пойдем во вторую доктрину. Поехали. Умер у нас генерал. Я его не знаю. Видимо, это какой-то наш фельдмаршал, да? Можно здесь вот посмотреть, наверное, я. Нет. Это просто какой-то генерал. Но я его, к сожалению, не знал. Император Мэдзи мертв. Ничего для нас не поменялось, скорее всего. Реально, иногда битва начинает красным показываться. Хотя у них, видите, у них нет атаки, поэтому мы, в принципе, дамажим больше. И я думаю, мы производим снаряжение, чтобы выполняться больше, чем они. Хотя сколько у них вообще военных заводов? Два. Ну да. Этот военный конфликт реально не кончится до Первой мировой ящей, я думаю. Потому что, ну, мы не успеем раскачать нашу армию достаточно, попытка покушения на Росфельта, чтобы их прям пробить, да? Все-таки много дивизий, они успеют, успевают подрегениваться. А наши не так много атакуют. Но при этом наши намного сильнее, поэтому наши никогда в жизни не проиграют. Они тоже будут регениваться и атаковать снова. Везумие. Открыли все наши гаубицы. Сейчас мы сделаем побольше обычной артиллерии, а потом начнем уже производить гаубицы. Я думаю, пехотки и вспомогательного нам плюс-минус пока что хватит. Может, только потом добавим еще. А еще мы исследуем себе систему управления огнем получше, чтобы еще-чуть бафнуть в наши корабли в будущем. И у нас открылось, смотрите, конституционное конституциональное правительство. Господи, зачем это так называть? Можем его уже взять и избавиться от угрозы революции в будущем. Я только думаю, стоит ли нам делать это прямо сейчас? Потому что нам это не сильно мешает прямо сейчас. Да? В сфере стабильности куча нам дадут политики, тоже куча дадут. Прямо сейчас, наверное, не стоит это делать. Хотя нет, мы смотрите, в состоянии мира. Мы потом начнем войну, хрен это сделаем. Давайте сейчас сюда пойдем. Посмотрите-ка, Балаканская лига, пошла война от Турции. Мы можем посылать подарки сербам. Чем сильнее, тем дольше продержится этот русский союз. Ага. Давайте отправим. Вот такое, не знаю, у нас нечего отправлять, но мы обязательно что-то отправили. Собственно говоря. И стабильность два... Не, ну это дорога уже сейчас. У нас стабильность уже подросла немножко. Сейчас мы сменим наше правительство. И нажмем государственную думу. И в целом я бы вот эту стабильность тоже забрал. По той простой причине, что 25 это много. Смотрите, мы начинаем пробиваться. Просто, я так понимаю, боеспособность многих дивизий уже истрачена. И поэтому мы начинаем потихоньку-потихоньку но пробиваться сквозь них. Все еще это будет очень медленно и долго происходить. Теоретика поставили. Теперь накидываем себе вторую доктрину. Отлично. Интересно, как здесь что поменяется? У нас прорыв в теории уменьшился, но атака должна даже, возможно, увеличиться. Готово у нас наше новое правительство. Михаил Родзянко не переведен. Видимо, до этого переводчики не дошли. И делаем созыв, думаю. Потому что, опять же, это можно сделать только в мире. Потом мы это можем реально не успеть. И возьмем сразу после этого, я думаю, стабильность. До авиации флота мы пока не добираемся. Смотрите, в Османском империи переворот. Я вроде с историческим фокусом играю. Забавно. Возможно, там это так и было, правда. Так сказать говоря, поремонтировать некоторые корабли отсюда. Здесь вообще у нас огромное количество ремонтируется одновременно. Я думаю, стоит сразу поставить военные верфи себе. Сделали мы систему управления огнем. Супер. Стоит нам на этой ноте вообще пойти и наши крейсера получать. Вот так вот. И давайте, знаете, у нас 25 стабильность. Мы, конечно, можем до сотки дотянуть. И да, давайте дотянем до сотки сначала все-таки. Зато нам не так нужно. А потом пойдем уже сюда. Вот. А вот и пошла вторая Балканская война. Болгария против этих ребят. Против отправить. Никому не можем все еще, как обычно. И мы можем частичную мобилизацию сделать. Кстати говоря, насколько я поздно ее сделал, вопрос очень важный. Возможно, я из-за этого, кстати говоря, очень много потерял сейчас. Я не особо следил за этим. Надеюсь, нет. Но поддержка войны, видите, точнее напряженность не так быстро у нас здесь растет в этом моде. Так, мы сейчас вот это вот идем вперед времени. Качаем. Делаем себе поезда новые по той простой причине, что мне нужно, поезда производить. Стоит эти самые поезда, кстати. А обычные поезда у нас где? Гражданский. Ага, понял. Нет, это не устарелый поезд. Стоит нам добавить обычные поезда тоже. У нас все-таки много территорий здесь. Еще и Румыния тоже вошла против Болгарии. Болгария окружена, но не сдается. Османская империя тоже вступила против Болгарии. Нет, но теперь она, я думаю, сдается. Да, такое удержать уже нереально. Я даже не уверен, что я бы смог удержать. Хотя, думаю, если знать о том, что будет происходить, как-то возможно. Это, это, это не закончится. Это реально не закончится до Первой мировой, а возможно и после. Это дало нам просто тонну опыта, правда, правда ради. Да. Но это реально просто бесконечно продолжается. Конечно же, мы сюда идем. Есть конституция, поехали в последнюю фабрику, потом пойдем в военные заводы. Мы реально можем успеть сделать реформу к войне. Круто. А, у нас выборы произошли. Отлично. Демократические выборы. И у нас новый есть правитель. Защита от смены идеологии. Нормально. В целом, я думаю, кадеты, теперь кадеты, они октябристы, будут свою власть удерживать нормально. Уже мы неплохо так зашли по фокусам. Мы реально 100 фабрик сделаем. Я очень этому рад. Я не ожидал, что мы это сделаем, но, да, это оказалось реальным. Просто здесь все строится как-то долго, а отдает очень мало, по ощущениям. Вулканская стратегия. Вулканы под нашей защитой обязательно. И мы еще заказываем 1048, но вообще в идеале я бы сделал 27-ку, только не простую, а вот такую, пожалуй. 27-ку я бы хотел сделать. Еще подкачать статы и нормально. Но только вопрос в том, что нам понадобится на это, сколько артиллерии. Еще 10 тысяч. А у нас сейчас минус 1200. Так что будем сейчас пытаться застраиваться. Открыли мы еще военные поезда, они чуть подешевле, поэтому мы сейчас их будем строить больше. Бронированных поезда я не вижу смысла никакого сейчас по той простой причине, что никто их бомбить не будет. А смысл бронированных именно в том, что они защищены от бомбардировок. Так что, ну, выстраиваем и машину выстраиваем, чтобы снабжать все. Ну и мои предположения оказываются правыми. То есть, кто-то что-то там делает, развивается, заводы строит, семьи заводит. А генерал Павел Плеве и 6 его дивизий продолжают воевать в горах Персии. Ну, что ж, именно благодаря Павлу у нас будет прокачана доктрин, так что, нормально. Война уже подходит, мы сделали станки третьей, если, слава богу, успели. Можно еще ресурс скачнуть, но нам это нужно скорее нет, чем да. Так что, игнорим это. Фабрики у нас идут только так, уже 42 военных завода. Сюда мы тоже все это не можем, давайте сюда пойдем. Будет, я думаю, полезно. Машинок мы почти покрыли, минус наш, по поездам еще все, конечно, не скоро покроется, необходимо сидеть еще и скачивать туда-сюда, но в целом потихоньку покрываем. Счет и истощения тоже они теряются, но нужно доводить, доводить. Возьмем мы себе огранную реформу, потом пойдем вот сюда, нам обязательно нужно вот это вот убрать. Видите, у нас здесь по припасам все грустно. И мы просто нереально сейчас настраиваем себе артиллерии, чтобы это все потом в девяти загружать. Я даже думаю, что... Ну, смотрите, просто что нужно. Нам еще нужна одна армия, и у нас и будет еще одна армия. Вопрос только, будет ли она полная или же нет. То мы точно здесь сделаем армию. Так. В идеале я бы еще сюда какую-то закинул армию. Брусилову, потому что можно качнуть делегирование. У него еще есть три целых перка, так что мы точно качнем все прорыв. Мы возможно качнем все наступления и делегирование. И я бы хотел, кажется, чтобы он еще организатора взял, чтобы ему снабжение взять. Но это уже как получится. И сюда тоже назначаем генерала. Здесь генералы хорошие все в целом. Ну давайте сюда уже вот этого парня назначим. И по возможности хотелось бы, чтобы здесь тоже дивизите смогли распуститься, точнее развернуться и дойти до фронта. Но тут как получится. Артиллерии безопасно и строим. Возможно, стоит также повысить производство немножко и вот этого снаряжения. Вот эта ситуация, ну она реально уже комичная. У меня только вопрос один. начнется война, а они вообще здесь закончат воевать или нет? Или они реально будут воевать просто, ну пока не состарятся и не умрут эти генералы. Мне еще надо к стеклям сюда, вот армия тоже. Обязательно давайте этим займемся. Надо еще очень много дивизий сделать, но в прицелы мы делаем нормально. Мы будем плюс-минус, я думаю, готовы. делегирование я думаю точно возьмем сюда. Есть. И будем сейчас вот здесь вот выстраивать тоже оборону. Аграрная реформа 140 дней. Жесть. Мы, получается, не успеем ее сделать к войне. Давайте тогда к войне хотя бы сделаем... А подожди, а мы не сможем, да, это сделать без аграр... Окей. Все, тогда нет смысла это делать. Здесь мы все, что мы хотели, взяли. Давайте тогда делаем аграрную реформу себе. Да, можно его не закончить. Закончим мы в войне, потом пойдем сюда и потом возьмем ячейку и потом уже пойдем в авиацию. Я думаю, после авиации уже посмотрим либо лот, либо армия подключаем. Скорее всего армию. Там какие-то договора в Мессиканской революции, но мне это не сильно интересно. Машинок можно сделать уже меньше. можно делать на самом деле больше вот этого снаряжения опять же. Мы все-таки в минусе, но в минусе мы потому, что у нас вот здесь вот дивизия есть. Но все еще нам хотелось бы иметь какие-то запасы сверху. Но здесь мы заполняем тоже наши минуса. Ну вот этот генерал, вот этот, пожалуй. Здесь пускай стоит. Убийство Франца Фердинанда видимо началось, как говорится. У нас все еще не хватает поездов, к сожалению. Но я думаю, когда мы все качнем минус потребления в теории, мы ситуацию улучшим. Давайте на самом деле больше заводов туда тоже направим. Только вот так, пожалуй. Артиллерию мы в запас себе идем. Набираем. Можно потихоньку переделывать. Давайте пока что хотя бы вот так мы сможем это себе позволить. Нет, ладно, ждем. Сербия отказалась от требований Австрии и Австро-Венгрия нападает на Сербию. Итак, что мы сразу попробуем сделать? Во-первых, я вижу, что у них здесь слабые фронты. Да, но основная попытка у нас будет здесь пробиться вот в этих территориях, только давайте не сразу атаковать на самом деле, а дадим им шанс атаковать нас. У нас в принципе очень плотно здесь по дивизиям, концы хорошие. Поездов не хватает жутко. Ну, что поделать? Скоро-скоро достроиться, то еще военные заводы мы строим по два одновременно. Военная экономика все еще невозможно. Европейский кризис выполнено. Война-пропаганда можно нажать нажмем и что по войне? Где война? Ну, где европейский кризис? Я подозреваю, что у нас какие-то скрипты сломались, либо я должен что-то был нажать. Ну, давайте сделаем это консольными методами, наверное, я не вижу других вариантов, потому что мы должны были сразу вступиться в войну. У нас вот это вот если что было, должно было нас начать. Странно. А еще Италия вступила против Сербии. Что-то максимально странное только что произошло. Ну, ладно. Нас атакуют, но я вижу, что мы успешно держимся. Великая война, все пошло. Так, там потом за это еще какой-нибудь какой-нибудь МСЕ накинуться не надо, это уже было. И так, ладно, мы не будем наступать, пока пока у них здесь нет войск, мы поступим честно, потому что здесь сломались точно какие-то скрипты. Либо мне надо было сделать вот это вот хранитель православия, просто здесь Румыния получит гарантии или там были гарантии. Короче, видимо, мне надо было сделать этот фокус, но в этом нигде не написано. Я жал, что там будет все скриптовано, как и обычно. Ну, ладно. Нас атакуют неуспешно, мы немножко поддержим, я думаю, потом перейдем в контратаку. Время Германия нападает на Пельгию и Люксембург, появятся тут всякие доминионы, война великая началась. И на этой ноте, я думаю, мы закончим эту серию, война началась. Италия, кстати говоря, вступилась. Короче говоря, не получилось в нормальной исторической партии. Что-то где-то сломалось, видимо. Что поделать? Османы зато вступились, все нормально. Ну, ось будет поселение. Я в целом не против, потому что по моей прошлой игре за Францию Германия оказалась очень слабой. И сейчас тоже на самом деле мы смотрим, да, у нее промышленности просто в два раза меньше военных, чем у нас. Это странно, как минимум, но что поделать? Мы уже ничего с этим поделать не можем. Потому что, кстати говоря, можем тоже поделать, в принципе, после поездов. Вот. Так что, ребят, с вами был Дубкейк. Подписывайтесь на классы еще вдруг не подписаны. Ставьте лайки, комментарии. Все, как обычно. До скорых встреч. Пока.